я не знаю что говорить тогда собирай коробки мы собираемся и это наверное только половина все это нажито приблизительно за 4 года даже наверное чуть поменьше все таки я примерно могу сейчас заснять и показать как мы жили несмотря на то что сейчас здесь ведутся активные сборы и здесь бардак в принципе все пока что еще сохраняется на своих местах большая часть и я могу немножко рассказать чтобы в памяти осталось ну вам показать чтобы в памяти осталось входная дверь мы заходим нашу квартиру нас встречает зеркало и вот здесь я уже не помню с каких пор но висит эта записочка мне кажется самого начала как мы здесь живем она отлетала несколько раз но мы ее обратно прикрепляли и все кто приходил к нам в гости заходя видели сразу то что написано на ней здесь у нас вешалка налево сразу начинается огромный огромный коридор который у нас был ничем не заставлен поэтому все пространство свободное сохранялась и он выглядел гигантским здесь стояли полочки для обуви вдоль всей стены то что еще осталось не упаковано лежит тут дальше направо мы заходим на кухню здесь у нас когда мы только приехали висели распечатки обязанностей мужа и жены вот этот магнитик лиза моя племянница сделала сама мурманске мы собирали мидии проводили время семьей а вот здесь магниты самые недавние я их привезла из москвы и обратно москву и увезу большая комната гостевая или условно это считалось комната миши мы изначально продерживались концепции минимализма и мы не хотели приобретать сюда какую-то мебель шкафы комоды ковры как мы въехали сколько у нас было мебели и какая у нас была обстановка да она такой сохранялась здесь был диван здесь были открытые вешалки на которых висела одежда часть осталась еще не упакованная здесь стояли колонки приставка телевизор здесь было михаиловое рабочее место компьютер это мой любимый фотоугол в нем я много чего фотографировала этой квартире появился даже маленький фото уголок здесь фотографировала еду окна мы долго думали вывешивать ли здесь шторы не вывешивать жалюзи не жалюзи в общем решили оставить как есть потому что 11 этаж дома достаточно далеко но нас не смущал этот балкон служил миши гаражом или просто каким-то боксом для хранения вещей ухты как красиво вечерний екатеринбург коробки которые сегодня надо заполнять сердечко ванная ничего мы здесь не придумывали повесили только занавеску свою коврик положили для удобства и дальше проходя по коридору у нас еще одна комната в которой мы попадаем условно считалось моя но она служила нам спальней моему модборд здесь уголок спорта я еще стоял велотренажер периодически периодически у меня случалось в этой комнате перестановка кровать стояла вот здесь кровать стояла вот здесь кровать стояла вот здесь так сейчас я буду упаковывать кисти выдумать свои кисти все здесь убирать прибирать на этом балконе мы приняли решение полностью очистить всяких вещей для того чтобы можно было летом весной осенью теплой здесь сидеть чай смотреть на город на этом балконе было много разговоров бесед с друзьями с михаилом мы здесь встречали рассвет мы встречали закат мы здесь звали генеральную уборку мыли окна да вид классный вид классный ну окей я немножко буду скучать по этому виду в принципе уф получается я сделала рум-тур отлично михаил уже снял телевизор это самый стрёмный рум-тур наверное который когда-либо был потому что снимать рум-тур во время переезда кругом один бардак это гениально но это единственное время когда все сложилось и время и вдохновение и и все и скотч в общем вот в таком бардаке мы запомним нашу квартиру это очень иронично в общем сейчас пойду по мою кисти и придумаю что мне паковать в первую очередь спасибо за внимание пока пока сегодня 1 июня немножко пасмурно но и цуки мы по-прежнему собираем вещи для того чтобы переехать в москву мы думали что она займет это определенное количество времени на самом деле все равно сна дольше но сегодня комнаты уже все пусты пойдемте я вам покажу сколько у нас получилось вещей с собой вот так сегодня выглядит моя комната а вот так сегодня выглядит гора коробок которые мы берем с собой надо поставить чайник грустненько немножко видишь комнату в которой жил последние три года пустой а этот коврик у нас когда-то был в ванной последние этапы сборки я думаю следующее включение будет уже ну либо от родителей у которых мы собираемся переночевать перед тем как непосредственно ехать с вещами с прицепом ну либо уже в пути дороги надо же влог снять как мы поедем машинки с вещами из Екатеринбурга в Москву coming soon и до следующего включения привет сегодня 2 июня и мы еще не уехали из Екатерина мы играем с Лизой в зелье в арене это Лиза привет у нас немножко затянулись сборы поэтому ночью у родителей поскольку 2 июня мы уже балуемся фруктами а это Сёма смотрит как за окном льет дождик ты мой хороший спасибо 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 спасибо